В 1979 году у касс советских кинотеатров выстраиваются огромные очереди. Многие стоят здесь уже не второй и не третий раз. На экраны страны выходит первый отечественный боевик «Пираты 20 века». Вперед! Машину на восемь! Привет! Поразительный эффект производят невиданные в советском кинематографе герои. Один из них – самый экзотический пират Салех в исполнении Талгата Нигматулина. Именно Нигматуллин впервые демонстрирует неискушенным советским зрителям приемы восточных единоборств. Публика, знакомая с подбольным видео, гордо называет его «Наш Брюсли». Пираты 20 века принесли ему вот необыкновенную такую славу. Одновременно же, наверное, стали и общим предвестием бед, которые с ним случились. Легенды складываются о тех, кто идет по пути испытаний и проходит его до конца. Талгат Нигматуллин, как и положенный герой легенды, был сложен из противоречий. Любимец женщин и аскет, пацифист и воин. Казалось, истории, которые рассказывают о нем, – это истории о разных людях. Одному человеку не прожить столько за 36 лет. Я очень любила на Талгата смотреть. На Буту человек может здесь смотреть, так, на Буту, да? И думать о чем-то своем. Он был загадочен. У него была какая-то тайна и загадка. Главной загадкой Талгата Нигматулина принято считать его смерть. Нигматулину убили близкие друзья, члены эзотерической группы, называвшие себя странниками. В 85-м делу, всколыхнувшему страну, придали политическую окраску. Власти развернули борьбу с сектанством. Но сегодня появились новые факты. Появилась возможность говорить на темы, запрещенные для обсуждения в СССР. И стало понятно, борьбой с сектанством эта история явно не исчерпывается. Эта история поразительно похожа на притчу, непридуманный рассказ о любви и ненависти, о выборе и свободе. Она не столько о тайне смерти. Эта история о тайне жизни. Я слышал, Леха, меня один человек ищет. Как тебя кличет? Хан. Талгат Нигматуллин не только в кино, но и в жизни старательно поддерживает имидж загадочного героя. Его детство окутано тайной. Даже друзья не знают всей правды о происхождении Талгата. У меня по его рассказам создалось впечатление, что у него такие очень древние какие-то корни. И что вот если бы не советская власть, все бы было совсем по-другому. Я еще говорю, ну и что, и кем бы ты был? Ну и что ты без советской власти? А он мне говорит, нет, я бы сейчас был бы таким баем. Знатное происхождение, легенда, которую придумал сам актер. Талгат Нигматуллин родился в шахтерском городке Кызыл-Кия, Киргизской ССР. Отца Талгат почти не помнил. Тот погиб под горной лавиной. Его мама, школьная учительница, родила четверых детей от разных мужчин. Но ни один из этих мужчин не стал ее мужем. Талгат был последним ребенком, самым слабым и болезненным. Не в силах одна содержать всех детей, мать отдала Талгата в детский дом. Эй, ты, Дилда, что ты делаешь? Еще раз сунешься, раздавлю. Однажды он познакомился с девушкой, которая ему очень нравилась, он у него был влюблен. Но она ему сказала очень грубо, что ты посмотри на себя какой-то. И тогда он решил доказать ей и всем остальным, что он не такой. Обиженный отказом девушки танцевать с ним, Талгат убежал далеко в степь, чтобы никто не видел его слез. Тогда он поклялся сделать из себя совершенного человека. И оставался верен этой клятве всю жизнь. Чтобы обрести пленявшую женщину осанку, Талгат занимался борьбой, хореографией и гимнастикой. Чтобы в совершенстве овладеть русским языком, переписал от руки два тома войны и мира. После окончания школы, летом 1966 года Талгат Нигматуллин отправился покорять Москву. К этому времени от больного рахитом мальчишки в его облике уже не осталось и следа. Он был очень пластичен и лучше всех по пантомиме он работал. Он вообще пантомимой занимался, по-моему, до этого. Был невероятно пластичен, фигура прекрасная. Свою пластику Нигматуллин оттачивает в училище эстрадно-циркового искусства, на отделении Клоунады. Именно отсюда он приходит в кино. В фильме «Баллада комиссария» Талгат играет холеного белогвардейца в лаковых перчатках. Играет крайне убедительно. Никому и в голову не может прийти, что чуть больше года назад этот парень приехал из киргизской глубинки. Вы такая умная, добрая. Господи, кому же верить-то? Как кому верить? Мне верьте, мне! Слово офицера. Уже через полгода для Талгата открыты двери в ГИКО. И не просто актерское отделение, а легендарная мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Мечты недавнего детдомовца о признании сбываются с головокружительной скоростью. Совместное обучение актеров и режиссеров разработал и обосновал народный артист Советского Союза Сергей Герасимов. И в каких уголках нашей страны или нашей планеты не трудились бы эти молодые художники, они вечно будут помнить Москву и свой Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии ВГИК. Начало обучения во ВГИКе – счастливое время для Талгата. Кажется, что желаемое совершенство уже почти достигнуто, и удача у него на посылках. Талгат легок и свободен в манерах. В глазах окружающих Нигматуллин выглядит баловнем судьбы. Я помню, мы с ним очень долго учили танцевать танец под названием «Пасадобль». Почему нас поставили в пару, я не знаю до сих пор. Но я была такая немножко стеснительная. Он был раскованный восточный юноша. В общем, он обучал меня танцевать этот «Пасадобль». Очень благотворно действовал в своей раскованности. На курсе герасимовцев Нигматуллин выделяется своей неординарной внешностью. Женщина без ума от его восточного колорита. Но в этот момент Талгат встречает настоящую любовь. Загорелый с развивающимися черными волосами в белой рубашке опаш летит, как, ну просто я не знаю, такой средневековый рыцарь. С такой потрясающей белозубой улыбкой, с этими раскосыми невероятными таинственными глазами. Честно говоря, я не просто обомрела, я просто сошла с ума. Все, я влюбилась моментально, вот в первую секунду. Отношения Ирины и Талгата поражают однокурсников своей трепетностью. Так не бывает, говорят все. Но при этом Нигматуллин продолжает идти по выбранному однажды пути.